МОЛОДЫХ ФЕРМЕРОВ Животноводство. Здесь у нас ситуация такова, что вы прекрасно все знаете, что животноводство у нас по области последние годы неплохо развивается. Но здесь бы хотелось акцент делать на то, чтобы вы посмотрели на то, где вы будете содержать, как вы будете содержать своих животных, с тем, чтобы в дальнейшем принять правильное решение. Мы хотели бы вас акцентировать на то, что приветствуется развитие животноводства именно крупнорогатого скота, именно всех видов животных. Участникам программы приходится учиться составлять бизнес-планы, требования к документу строгие. От того, насколько достоверна будет проектная документация, зависит, получит фермер грант или нет. Хотелось бы, чтобы бизнес-планы, которые вы представите на конкурсную комиссию, чтобы они были реальнее. То есть те бизнес-планы, которые вы сегодня разработаете и представите на комиссию, вы их должны выполнить. В семинаре приняли участие молодые предприниматели из Ахтубинского, Янатаевского, Лиманского, Черноярского и других районов области. По поводу количества участников сейчас точно сказать сложно. Первый день семинара было где-то порядка 40 человек. Сейчас можно сказать, что гораздо больше, потому что зал переполнен. У молодого предпринимателя Дмитрия далеко идущие планы. В родном Камазякском районе он планирует заниматься выращиванием овощей. И уверен, что в его фермерском хозяйстве созреет достаточно урожая, чтобы накормить всех жителей района. Мы, как начинающие, мы хотим сначала посадить кабачки с томатом, дальше развиваться больше и, возможно, даже сделать сельсовет какой-нибудь. И вот этот остров, где мы сажаем, полностью привлечь людей, которые там сидят без работы, чтобы они работали у нас. Семинар посетили преподаватели учебных заведений, сотрудники налоговой службы, статисты, служащие банков и фонда поддержки малого бизнеса. Они дали советы молодым фермерам, рассказали о правах и обязанностях предпринимателей. Екатерина Булатова, Вячеслав Яремовский. Новости 24. Астрахань.